Небольшая история произошла. Подошли мы кассиру покупать билеты на поезд и у Саши неправильно Была маска одета. Вот так. Был открыт нос. Как она возмущалась. Она так возмущалась. Это просто кошмар. Орала нам, что это не шутки. Вирус. Кстати, вот такие маски в аэропорт не подходят. Нужны вот такие. Вена. Город, который почти всегда занимает первое или одно из лидирующих мест в мире по качеству жизни и комфортности проживания. Это столица вальсов, культурная столица Европы, город вдохновения и город очарования. Таких определений для Вены сотни, как и восторженных историй о городе от моих знакомых. Конечно же, мне очень хотелось увидеть это уникальное место своими глазами. И вот, наконец, межелание осуществилось. Отель мы забронировали на сайте Booking. Выбрали мы этот отель из-за близости расположения к историческому центру и привлекательной стоимости на тот момент. Район, в котором находится наш отель, называется Леопольдштадт. Он стал одним из самых передовых в Вене после открытия нового университета экономики и бизнеса. Теперь этот район считается модным, где проживает городская богема. Заселившись в отель, мы сразу поехали во внутренний город. Это название исторического района столицы. Здесь расположены пешмебельные отели, элегантные рестораны, модные магазины, а также многие достопримечательности города. И одна из самых известных сейчас перед вами. Это Кафедральный собор Святого Стефана, один из самых значительных шедевров европейской готики. У собора очень длинная история. Он строился, перестраивался и обновлялся в течение многих столетий. И долгое время являлся самым высоким зданием Европы – 137 метров. Внутри собора находится много сокровищ искусства, таких как гробница принца Евгения Савойского, одного из величайших полководцев Европы, алтарь Венера Нойштадта, кафедра Антона Пилграма, гробница императора Фредерика III, работы Николаса Герхарда и готический алтарь. Собор посвящен Стефану, первому еврейскому мученику за христианскую веру. До IV века христианство не являлось официальной религией Римской империи, столицей которой во время направления Габсбурга как раз была Вена. Власти запрещали христианские проповеди. Простое население также агрессивно относилось к проповедникам новой религии. По одной версии, в 30-е годы первого тысячелетия разъяренная толпа побила Стефана камнями, а по другой версии, официальные власти приговорили Стефана к смерти. Собор особенно выделяется своей большой красивой крышей, на которой изображены гербы Вены и Австрии. Когда будете в Стефандоме, так еще называют этот собор, обязательно поднимитесь на смотровую площадку, отсюда открывается потрясающий вид на город. Я вообще люблю высокие смотровые площадки. С них даже самый большой город буквально может поместиться у вас на ладони, кажется каким-то мультяшным. Сверху вы можете рассмотреть сразу весь город, увидеть где и какие ближайшие достопримечательности и спланировать свой дальнейший маршрут. Мы как приехали в старый город, я просто влюбилась в Мен. Просто офигительно красивенный город. И тут такая атмосфера уже рождественская, везде какие-то игрушки, слышите? Фантастика! Игрушки, елки уже украшены везде, фонарики, огонечки, лошадки. Это красиво вообще! Начиная с ноября, город преображается, улицы праздничные украшаются, все сверкает и блестит. Везде много людей, которые съезжаются в Вену, чтобы проникнуться духом европейского Рождества и окунуться в зимнюю сказку. А выступления уличных артистов еще больше поднимают праздничное настроение. Зимние праздники в Вене – высокий сезон, съезжается много туристов. Поэтому, планируя поездку сюда в это время, лучше заранее купить билеты на самолет, театр, на концерт, забронировать номер в отеле, зарезерировать столик в ресторане или кафе. Очень хотели сходить в очень популярное в Вене кафе. Вот это делают настоящий сахар. И вот смотрите, какая это торт. Видите? Этот шоколадный торт изобретен в 1832 году и назван в честь своего создателя, а продается в кафе этого отеля с 1876 года. До утром приди, пока никого не будет. А я подумала, может мы не так сильно хотим сюда попасть. Какие у вас возникают ассоциации с Веной? Думаю, большинству из вас на ум пришел венский оперный бал. Да, он знаменит на весь мир и собирает рекордное количество гостей. Число участников обычно больше 5000 человек и проходит сие события вот в этом оперном театре. Бал приравнивается к государственному приему. На нем присутствуют многие мировые знаменитости и президент страны. Точной даты нет, но это всегда четверг во время фашинга, карнавальной недели перед Великим постом. Это роскошное костюмированное действие настолько популярно, что билеты стоимостью от 400 до 20 с лишним тысяч евро раскупаются моментально. В Вене огромное количество скверов и парков. Перед вами сейчас парк Бургартен, который мне очень понравился за одной его особенностью. Пальмового павильона Оранжереи. Это настоящий оазис, ставший домом для сотен тропических растений и экзотических бабочек. Здесь также размещен ресторан, где вы можете поесть или выпить, сидя буквально в джунглях. Это одно из самых красивых зданий в стиле модерн. А это Холсбург, один из символов имперского прошлого Вены. Огромный роскошный дворец, который являлся зимней резиденцией Капсбурга. В средневековье здесь стоял замок, от которого сохранилась небольшая часовня. Холсбург был расширен до великолепной резиденции, когда Вена стала столицей Австро-Венгрии. В настоящее время здесь можно найти практически любой архитектурный стиль. А в его залах расположились национальная библиотека, казначейство, музей музыкальных инструментов, оружие и этнографии. И знаменитая испанская школа верховой езды. Впечатляет и огромная дворцовая площадь или площадь героев. Конные статуи принца Евгения Савойского, нанесшего в 1697 году сокрушительное поражение турецким войскам при земке, и экс-герцога Карла, выигравшего битву при Аспине против войск Наполеона в 1809 году, свидетельствует о славном прошлом Австрии. Гуляя по городу, мы наконец дошли до Ратушной площади, где с 1975 года проводится самая известная рождественская ярмарка Австрии. Она впечатляет своим размахом и сказочной красотой. Ее не зря называют Пенской рождественской мечтой. По традиции, входом в праздничный городок служит большая арка, украшенная стилизованными свечами, елочными шариками и гирляндами. За ней перед величественным зданием Ратуши располагаются киоски, оформленные еловыми ветками и огоньками, в которых продаются игрушки ручной работы, украшения, керамика, изделия местных мастеров и посуда. Здесь вы всегда сможете найти оригинальные подарки кому угодно. И, конечно же, праздничные угощения. В воздухе витают различные вкуснейшие ароматы. Особенно выделяется глинтвейный пунж. Ярмарка предлагает лучшие сладости и традиционные блюда австрийской кухни. Аж голова идет круглая. Все хочется купить и попробовать. Романтическую атмосферу ярмарки дополняют нарядно украшенные фонариками деревья в парке. А также тут проходит выставка рождественских вертепов. 12 произведений искусства иллюстрируют библейские сцены. Прогуливаясь дальше, вы также найдете различные детские аттракционы, карусель, каток и колесо обозрения. Здание ратуши в предпраздничные дни превращается в календарь. Его окна закрывают картинками. И каждый день до Рождества открывается новое окно. Вообще в Вене работают более десятка праздничных базаров. Их число с каждым годом растет. Чтобы их все обойти, вам понадобится несколько дней. Интересным будет то, что многие из них имеют свою собственную специализацию. Одни славятся оригинальным ювелирным украшением ручной работы, другие необычными сладостями и так далее. Вот мы дошли до еще одной ярмарки, расположившейся возле памятника императрицы Марии Терезии, находящегося между музеями и близнецами. История искусств, естествознания. Эта ярмарка большая, многолюдная. Здесь множество киосков с отличным выбором подарков и еды. Немного о грустном прошлом Вены. Перед вами посвященная Троице чумная колонна, возведенная в благодарность Богу за избавление от эпидемии чумы, свирепствовавшей в 1679 году и унесшей более третьей жизни горожан. Венский метрополитен Венский метрополитен – это самый быстрый способ перемещения по столице, буквально в любое нужное вам место. Мы пользовались только им. Недорого, функционально, заблудиться в нем практически нереально, никаких ТВ-пробок и еще один плюс. Перед праздничными и выходными днями метро работает по ночам. Доброе утро. В этот день мы решили сразу поехать в Хитцинг. Это один из самых дорогих и зеленых районов города. Со множеством разной элитной недвижимости. А цель нашей поездки – расположенная здесь главная летняя резиденция Габсбургов – Дорис Шенбурн. Мой рай. А это? Это я просто обожаю шоколад этой швейцарской компании. Некогда в этих местах простирались охотничьи угодья. Заповедник с прудами, оленями для охоты, фермы с павлинами и индюками. А ныне расположен один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы – Шенбурн. Получивший свое название от источников, которые, согласно легенде, в начале 17 века обнаружил во время охоты император Матиас. Давай, расскажи, как действует это устройство. Без понятия, как действует это устройство. Но есть предположение о том, что когда солнце светит, через вот этот шарик, и он где-то тут что-то показывает. Бусинка, это гениально. Ты мне такой умный. Эта оранжерея была открыта в 1882 году. С того момента она была подвержена неоднократным реконструкциям. Она выставила до наших дней, благодаря заботе нескольких поколений австро-венгерских правителей. Сейчас эта оранжерея входит в тройку самых больших в мире и насчитывает около 4,5 тысяч растений изо всех уголков мира. Видите? Эта широкая центральная аллея упирается в фонтан Нептуна со скульптурами из белого мрамора, построенный в 1780 году. А за ним возвышается большой павильон Глориэта, сооруженный в 1775 году и являющийся подлинной жемчужиной парковой архитектуры дворца Шенбурн. Это сооружение имеет по центру один закрытый зал, а по бокам два открытых крыла с колоннами, в которые ведут воистину королевские лестницы. Обязательно поднимитесь сюда. Вам откроется красивый вид на Каленберг и Леопольцберг. Это первые горы за австрийской столицей, а также вид на дворец, парк и часть города. В конце 17 века тогдашний император Леопольд I мечтал о такой резиденции, которая могла бы посоперничать с Иммерсалем. Но он не имел достаточных средств и поэтому начал строительство дворца на руинах старого замка по более скромному плану. Глобальную перестройку дворца в середине 18 века начала Мария Терезия. Именно благодаря ей дворец Шенбурн обрел нынешний всемирно известный облик, стал одним из лучших европейских дворцов. В нем вы сможете увидеть зеркальный зал, в котором когда-то музицировал шестилетний Моцарт, лаковую комнату, в которой заседал сам Наполеон, синий китайский салон, в котором последний император Австро-Вингрии подписал акт об отречении от престола и еще много чего интересного. Не удалось нам попасть в летний дворец Шенбурна, потому что с сегодняшнего дня, с понедельника, у них какие-то новые ограничения в связи с коронавирусом, локдауном. Ну, значит, другой раз попадем. На место красивейшее. Да, парк большой, красивый. Кстати, в этом месте также есть зоопарк, который считается самым старым зоопарком в мире. Пока ехали в метро, вот прочитали одну новость. Австрия закрывается на жесточайший локдаун, карантин, с закрытием всего и всех для въезда как туристов, так и для местных. И, в общем, с сегодняшнего дня будут закрыты кафе, рестораны, музеи. Если бы мы сегодня прилетели, мы бы просто сидели в аэропорту, нам бы не разрешили выехать в город. А как мы прилетели вчера, мы выехали в город, еще и попали на все новогодние ярмарки, которые проходят только по выходным. Поэтому нам еще крупно повезло. Это точно. А приехали мы сюда, чтобы полюбоваться церковью Карлскирхе. В разгар эпидемии Чимы 1713 года император Карл VI Габсбург дал бы построить храм в честь небесного покровителя, избавителя Чимы, святого Карла Баромео. Церковь была возведена в оригинальном стиле австрийского барокко и рококо. Здание интересно своим сочетанием элементов исламской, византийской, римской и древнегреческой архитектур. Знаете, почему здесь еще так красиво? Такая атмосфера старинная. Потому что здесь, мало того, что все, конечно, в идеальном состоянии, все здания красивые, отреставрированные, здесь нет ни рекламы нигде, нет нигде никаких кондиционеров на фасадах здания. Все очень красиво. Не изгажено бытовыми предметами. Со временностью всякой. Никаких утеплений и пенопластовых. На пути к очередным достопримечательностям в районе Виден мы набрели на церковь Святой Елизаветы. Это типичная европейская католическая церковь середины XIX века, но она находится в очень тихом и спокойном месте, поэтому идеально подойдет для всех, кто хочет помолиться или отдохнуть от толп туристов и суеты. Вы слышите музыкальные изображения? О, боже, такой храм на всю церковь. Какие штуки здесь есть? Если вдруг у вас шина лопнула, можно накачать. Да, работает. А чего бы она не работала? Ну, мало ли, у нас бы не работало. Из таких вот мест попадает одежда в украинские секонд-хенды. Аж бесят. Они везде бегают, везде. Им любая погода нипочем. Везде все бегают. В любое время суток. Аж не верится. И голые, все какие-то голые, холодильные. Они все бегают. Ты прям смотришь и бесят, как они бегают. Они не работают. А мы все ищем, где будем пожрать. Так, продолжим о культурном. Перед вами владение принца Евгения Савойского, Бельведер. Это шедевр эпохи барокко состоит из двух дворцов, верхнего и нижнего, а также паркового комплекса между ними. Сегодня в этих роскошных дворцах хранится собрание австрийского искусства от средних веков до наших дней, ценнейшей художественной коллекции Австрии с главными работами Густава Клинта, Эггана Шилли и Оскара Кокошки. Верхний Бельведер служил в целях репрезентации, а в нижнем жил принц Евгений. За этими воротами спрятаны монастырь и Сарезианская церковь. Сарезианский орден – это монашеский орден в католической церкви, основанный в середине XIX столетия итальянским священником Джованни Боско. Основная цель этого ордена – беззаветное служение молодежи. Гуляя по городу в районе Ландштрассы, мы обнаружили православный собор святителя Николая Чудотворца. Он строился с 1893 года по 1899. В районе хорошо развита транспортная инфраструктура. Здесь находится конечная остановка скоростного поезда, идущего из аэропорта. Маленькая библиотека играет бомбетон в лиминячище. Ландштрассы находятся в центре города и являются густонаселенным, с большим количеством достопримечательностей, зеленых и пешеходных зон, жилых домов и офисов. А также здесь много консульств и посольств разных стран. Погода все ухудшалась, но настроение нам это не испортило. Тем более у нас было всего два дня на то, чтобы посмотреть Вену. То есть программа «Максимум». Поэтому, несмотря ни на что, мы пошли гулять в городской парк, первая часть которого была открыта в 1862 году на левом берегу реки Вена. А годом позже на ее правом берегу построили зону для детей. Окончательный образ парка обрел в 1872 году. Аллея деревьев вдоль шумных дорог заглушает все звуки, поэтому внутри зоны отдыха можно отчетливо услышать красивейшее пение птиц. Завершить наше путешествие по Вене мы решили еще одну прогулкой по району внутренний город. Позаглядывать в праздничные витрины магазинов, походить по старым улицам, рассматривая великолепнейшую архитектуру и исторические здания. Плохая погода, карантин или будничный вечер перед новым рабочим днем разогнали почти всех людей и машины, что сделал нашу прогулку атмосферной, заставив нас почувствовать себя в прошлом. А еще я тешила себя надеждой попасть в кафе Захер и таки отведать этот легендарный десерт. Ребята, реально нигде ничего не работает. Вообще ничего. Ни магазины, ни кафе. И Захера я таки не попробовала. Ледненькая. Так почему же Вена часто становится лидером в рейтинге самых удобных для жизни городов мира? Этот рейтинг составлен британским подразделением экономической разведки, в котором средний индекс Вены всегда составляет 90 с лишним пунктов из 100 в таких категориях, как стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Вена вошла и в мой список самых лучших увиденных мной городов, и это всего за два беглых дня. Очень хотела бы вернуться сюда вновь и увидеть больше. Город является одним из самых безопасных городов в мире. Здесь нет трущобы районов, которые следует избегать. По столице Австрии вы сможете гулять когда и где угодно, знакомясь с историко-культурным наследием, созданным в прошлом местными жителями. Вена считается городом музыки и искусства. Тут творили бессмертную музыку великие композиторы – Моцарт, Бетховен, Шуберт, Штраус – и создавали свои шедевры не менее великие художники – Шиле, Курцвель, Мозер и Климп. В интеллектуальное же наследие города внесли вклад такие известные жители, как Фрейд, Аддер и Вайнингер. Все они гении, превратившие город в сокровищницу Европы. Вена – уникальный город, который понравится любителям природы, гурманам, тусовщикам, интеллигенциям, людям разных возрастов с разными вкусами и предпочтениями, как ценителям истории, так и любителям современности. И в завершении своего небольшого фильма хочу зачитать вам понравившееся мне высказывание города. Вена романтична, как юная дева, и в то же время прагмантична, как банкир. Она деловая и праздная, но уж точно никого не оставит равнодушными. Продолжение следует...